Иисус Христа Я верю, что скоро он будет уже. И мы говорили, и знаете, я думал, как назвать нашу церковь? Вот, ну, не название, а слоган такой. Вот, что наиболее отражает наша церковь, что наиболее в ней выражено, ярко выражено. И я пришел к одному такой интересному, к одной интересной фразе, что христианский социальный центр «Новое время» – это церковь думающих людей. Вы знаете, есть церковь, например, для всей семьи, есть церковь для, там, утешения и душевного спокойствия, есть церковь, которая, например, всегда весело и прикольно, есть церковь, которая всегда есть чем заняться, есть церковь, которая нечем заняться, например, и такие тоже, наверное, бывают. Я сел и думал, что выражает наша церковь? Я искал такого, знаете, среднестатистического прихожанина нашей церкви и понял, что самое лучшее определение будет – это церковь для людей, которые думают. Церковь, ХСЦ – это церковь для думающих людей. То есть это люди, не которые, знаете, восторженно-романтично приходят, а-а-а, так классно, так здорово, так хорошо. То есть это церковь для думающих людей, это церковь для людей, которые верят в Бога, которые теряются в нем, но в то же самое время те, которые адекватны вполне в жизни. Я потом проанализировал, как живут наши люди, как работают, какая занятость, о чем они думают, какие у них стремления, как они смотрят на жизнь. Я понял, это реально церковь думающих людей. Вот реально наша церковь – это церковь людей, которые думают. Вы можете, кстати, себе поаплодировать и по ту сторону экрана – это о вас, я говорю. Вы церковь думающих людей. Мы церковь здравых, осмысленных людей. И, знаете, я замечаю, что именно такие люди, они здесь не просто задерживаются, а они считают такую, ну, видят нашу церковь своим домом, и они в ней развиваются, они поднимаются, и это прекрасно. Я убежден, друзья, о том, что Господь, Он кроме нашего сердца и Духа, Он еще дает нам мозги, правда? И Его мозги, которые Он нам дал, они тоже святы. Они святы, они чудные. Я не знаю, у вас святые мозги или нет? У меня чудные, да? Но у меня еще они святые, наверное. Так вот, друзья, я всегда, почему я об этом говорю? Всегда, когда речь заходит о проповеди, всегда, Дух Святой всегда обращает мое внимание, прежде чем, ну, прежде чем, когда я готовлюсь к проповеди, Он всегда говорит мне один простой вопрос. Почему, как ты думаешь, я хочу, чтобы ты проповедовал эту проповедь? Вы не поверите, но каждый раз. Почему вы можете не поверить? Потому что может показаться, ну, может, вы сами себе задаете вопрос. Нет, реально, каждый раз. Иногда бывает по-человечески, я забываю, я получил откровение, я пишу, записываю, и уже дохожу до середины проповеди, я чувствую, и Дух Святой мне говорит, почему ты хочешь проповедовать в этот раз эту проповедь? Ну, не хочешь, а почему ты будешь проповедовать? То есть, для чего ты будешь ее проповедовать? Что в этой проповеди, что в результате этой проповеди ты видишь, я хочу сделать в жизнях и сердцах те, которые будут ее слушать. И знаете, я всегда говорю, Боже, стоп, я не знаю, я получил откровение, я здесь при чем? Это же ты хочешь проповедовать, это же твоя церковь, это же ты хочешь донести до сердец людей что-то, Я-то здесь при чем? Говорит, нет, ты должен четко понимать. И мне приходится каждый раз, я говорю, ну, я не знаю, ну, я начинаю думать. Я говорю, господи, иногда бывает понимаю, иногда говорю, господи, не в курсах, говорю, ты давай, пожалуйста, объясни. И он объясняет. Вот, сегодняшняя проповедь не исключение, потому что сегодня та проповедь, которую я хочу проповедовать, друзья, это проповедь, во-первых, во-первых, почему я начал, вы поймете теперь. Во-первых, это проповедь для думающих людей. Это проповедь, друзья, которая не заходит, знаете, наверное, она не зайдет так, типа, ой, такая была классная проповедь, мне она понравилась. Я помню, однажды как-то, у нас давно-давно когда-то был один знакомый, он проповедовал, и он был тоже там в пастырском совете, он проповедовал проповедь. И эта проповедь была, он сам такой смешной человек был, веселый, жизнерадостный. И проповедь тоже была веселая, жизнерадостная, там смешных историй много всего. И я помню, как-то один раз Дух Святой меня научил. Я подошел, у меня домашняя группа была, мы собрались после служения помолиться, я задал вопрос, что вы сегодня поняли из проповеди? И интересно было, человек 15 стояло, из всех 15 этих человек, все 15 рассказали смешные истории, которые были, а я говорю, а что вы для себя взяли? В смысле? Они все вспомнили смешные истории, которые были, они все рассказали смешные истории, как им было весело, как им было классно, я говорю, а что взяли для себя вы, что изменится, или что должно измениться в вашем сердце, что Господь хотел проговорить? И знаете, никто из них не смог ответить на этот вопрос. Так вот, сегодня проповедь, друзья, она должна заставить, она призывает нас задуматься. Это первый момент. А второй момент очень важный. У этой проповеди есть конкретное ее предназначение. Ее предназначение, как правильно сказать, предназначение предназначено? Короче, суть этого предназначения, или смысл этого предназначения, я думаю, сохранить наши жизни от того, чтобы они не ушли вообще в сторону. Вы знаете, это прискорбно, друзья, когда человек, сбившись на полмиллиметра в течение 10-15-20 лет, уходит настолько далеко, что просто это даже невозможно представить. И я заметил, я вчера у нас, ну, скажем так, короче, у меня было общение с людьми, которые я понимаю, верующие люди, я понимаю, что они уходят. Они уходят в сторону. Не из нашей церкви, но просто они уходят в сторону. И знаете, когда я начал какие-то моменты как-то корректировать, я смотрю так, знаете, люди уходят. Уходят в сторону, потому что есть разные ветра какие-то, которые людей просто, они в головах у людей рождают просто какие-то, на мой взгляд, сквозняки. В общем, хочу сегодня проповедовать проповедь такую на тему. Достаточно ли тебе его восхищения? Достаточно ли тебе его восхищения? Когда я говорю слово восхищение, я не подразумеваю восхищение церкви. А знаете, что такое восхищение, да? Вау, такая девушка. Закачаешься. Это я о своей жене сейчас. Понимаете, да? Достаточно ли тебе его восхищения? Наверное, вы слышали, друзья, есть такая одна интересная вещь, которая называется заблуждение. Кто-то слышал? А есть еще такая одна вещь, которая предшествует заблуждению, она называется тщеславие. Слышал кто-то? Вот разные, да, есть такие вещи. И самое интересное, друзья, что я заметил, что это вещи, которые уводят людей от Бога, но они такие приятные. Ты когда туда попадаешь, ты очень сложно отличить. Ну прям вообще, ну нереально отличить даже. Тебе вначале кажется, что сам Господь в своей величайшей любви, Он возводит тебя на злачные пажите, и на этих пажитях Он тебя пасет так, что ты думаешь, Господи, как мне вас жалко, вот вы там внизу пасущиеся, вас бы сюда, если бы вы поняли откровение, которое мне дает Господь, вы бы точно там не паслись. Но вы знаете, я хочу вам сказать, друзья, Библия говорит, что даже проходя долиной смертной тени, Господь там с нами. Иногда Господь с нами будет проходить долину смертной тени. Очень важно, чтобы мы с вами поняли в какой-то момент времени, что мы никогда не станем с вами настолько зрелыми, чтобы автоматически защитить себя от искушения тщеславия и заблуждений. Поэтому просто давайте будем об этом думать. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 20 глава, мы будем читать с 20 по 28 стихи, целая история. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Простой вопрос вроде бы, да? Чего ты хочешь? Что тебе надо? Знаете, надо было, ты понимаешь, ну давай мы сейчас с тобой договоримся. Иисус, он так, он честный, откровенный, он при всех говорит, чего ты хочешь? Она так тихонечко, наверное, к нему подошла, так знаете, на ушко. И тут Иисус такой сдал все. Говорит, что ты хочешь? И вот начинается разговор. Она говорит ему, скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Я хочу обратить ваше внимание сейчас на обстоятельства разговора, чтобы у вас возникла целостная картинка. Как вы думаете, в момент этого разговора, исходя из контекста, вы можете потом посмотреть, что происходило вокруг Иисуса в этот момент? Нарисуйте картинку. Знаете, что происходило? Вокруг Него стояли Его 12 учеников, где-то стояло еще множество людей, которые следовало. Я не уверен насчет множества людей, но я уверен, что 12 слышали, о чем был разговор. По крайней мере, они точно слышали слова Христа. И они слышали слова просьбы этой женщины. То есть, это очень важно, друзья, потому что, исходя из этого контекста, мы с вами, нарисовав вот этот полный образ, полную картинку, вы поймете, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Итак, дальше, 22 стих. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они, обратите внимание, уже не она, а кто говорит? Они. То есть, слышали ли они, что Он говорит? Слышали. И они слышали сыновья Зеведеевы, и 12 учеников это слышали. Они отвечают ему, можем, дальше. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но, дать сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит. Но, кому уготовано, отцом моим. Услышав это, прочие 10 учеников, видите, да, почему я говорю из контекста? Кто слышал это? И прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Дальше читаем. Иисус же подозвал их, кого подозвал? 10 учеников. Сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Дальше. Но между вами, да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет рабом. Так как сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И когда выходили они из Иерихона, за ними следовало множество народа. Видите, да, друзья? Множество народа. То есть, сегодня мы должны с вами разобрать и разобраться для себя. Один урок, который сохранит или предохранит нас от заблуждений, тщеславия и хождения не в ту сторону совсем. Еще раз повторяю, друзья, любое заблуждение, когда оно возникает, изначально оно похоже на прекрасную сладкую пилюлю, которая впоследствии становится горькой внутри. Итак, мы живем, друзья, с вами в интереснейшее время. Время, когда самая ценная валюта, если вы еще не в курсе, сегодня в наше время самая ценная валюта, не доллар, не нефть и не золото. Знаете, что является в наше время самой ценной валютой? Кто мне скажет? Нет. Валютой. Подождите, не спешите за счет времени. Время – это ценность. А я говорю, что является самой ценной валютой. Что значит валютой? То есть, конверсионной единицей. То, во что люди вкладываются. То, что ценится по-настоящему. То, что драгоценно так, как вы себе даже не представляете никогда в жизни. Как вы думаете, что является самой конверсионной монетой? Популярность. Популярность и узнаваемость. Нахождение в тренде. Смотрите, давайте я очень просто сейчас, друзья, все это конвертирую, чтобы вам было понятно. Кто из вас слышал о такой светской лице Ким Кардашьян? Слышали? Смотрите, на ее странице в Инстаграме один рекламный пост. То есть, она берет вот так вот, делает там классно, конечно, делает качественный контент, не спорю. Пьет и говорит, вау. Именно эта вода сделала меня той, кто я есть. Знаете, сколько стоит производителям, будет стоить производителям этой воды этот пост? Моршинская, неважно. Знаете, сколько? Около 800 тысяч долларов один пост. А теперь скажите мне, друзья, что ценным это золото. Друзья, это популярно. У кого из вас есть Инстаграм? Сколько стоит вам, сколько вам заплатят за рекламу на вашей странице? Вам столько не заплатят. Знаете почему? У вас нет самой главной конверсионной валюты. Какой? Популярности и узнаваемости. То есть, ее нет у вас, вы понимаете? За что борются политики? Популярность и узнаваемость. Они поэтому вешают себя на бигборды. Ну, там фотографии их вешают. То есть, они раздают кучу ненужных каких-то вещей и так далее, и так далее, и так далее. Почему, друзья? Все очень просто. Нынче тот, кого знают, тому доверяют и за ним следуют. Поэтому нынче в наше время самая ценная валюта – это популярность, узнаваемость. И именно, смотрите внимательно, именно за это ведется война. Я не буду называть политических партий, вот одна из партий, человек, который вообще не живет в Украине, он вообще не присутствует реально здесь, он виртуально присутствует, он присутствует в виртуальном мире. Его партия, она прошла в местные советы в некоторых городах нашей страны. Его вообще здесь нет. Он вообще не присутствует здесь, вы понимаете? Он отсутствует телом, как апостол Павел говорил, но присутствует в интернете. Он присутствует в интернете, у него есть узнаваемость. И вот эта узнаваемость, как ни странно, на сегодняшний день является самой популярной. Итак, друзья, ради популярности люди готовы на самые безумные поступки. Вы знаете прекрасно о том, что недавно, буквально, по-моему, если не ошибаюсь, разбился один, знаете, зацепер погиб. Знаете, недавно было, зацепер в метро погиб. Знаете, есть ребята, которые для съемок в Ютубе, что они делают? Кто такой зацепер, это тот, который в метро катается между вагонами. Знаете, что они делают иногда? Они залезают на станции метро Арсенальная или станции метро Крещатик. Они залезают на вагон, доезжают до станции метро Днепр. И когда электричка на полном ходу поезд метро несется, они прыгают с электрички, едущей в Днепр. Это все снимают. И, как говорится, people. Просто. Нет, он прыгает, там нет машин. Он через дорогу прыгает, когда на дороге несет. С правой стороны? Они прыгают. Посмотри видео. Зацепер прыгает в Днепр. Можешь заглянуть, посмотреть. Это страшная картина, друзья. Вы знаете, ради чего это все делается? Ради популярности. Другой пример приведу. Человек залезает, зима, это я видел тоже. Зима, человек залезает на пятый этаж, внизу они насыпают сугроб, и он с пятого этажа падает вниз в этот сугроб. Без страховки. Зачем? 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 Для того, чтобы заработать пальчик вверх. Для того, чтобы сказали о том, что вау, этот человек. А теперь внимание, друзья. Знаете, почему это все происходит? Потому что этот человек осознает четко и понимает. Это единственный способ вырваться вверх. Вы видели когда-нибудь, знаете, кто такие фрики? Фрик. Это человек, выделяющийся из толпы. Почему люди сегодня фрики? Они вставляют в нос себе сюда. Они в туннели в уши вставляют. Они здесь себе рога приделывают, вживляют импланты и так далее. Они его татуировками покрывают. Для чего? Чтобы отличаться. Отличительные способности делают человека уникальным. Они делают этого человека популярным, известным. А значит, дорогостоящим. Значит, они делают этого человека дорогостоящим. Очень серьезно дорогостоящим. Вот здесь, внимание, ведется, развернулась целая борьба. И как ни странно, эта борьба на сегодняшний день, она захлестнула настолько. И христианское сообщество, в том числе, такая стала как тренд. И христиане, в том числе, впрыгивают в этот тренд, на самом деле. Вы очень скоро увидите, сегодня пастор Валя упоминал об этой трагедии, которая произошла. Я уверен, уже сегодня есть сотни, если не тысячи, а может быть и даже сотни тысяч видео, которые объясняют вот то, что произошло, авария. На самом деле, это действо, оно даже уже получило название. Знаете, как оно называется? Хайповать. Хайпуют на теме. То есть, народ ловит. Они понимают, что это волна, и на этой волне можно вывести себя на новый виток чего? Популярности. А значит, увеличить свою стоимость и так далее, и так далее, и так далее. Вы сейчас прямо на меня смотрите. Это не ликбез по маркетингу, не переживайте. Интернет. Я просто хочу вас подвести, чтобы мы с вами поняли, что на самом деле это мир, в котором мы с вами живем. Итак, друзья, вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему люди делают это? Почему они так много трудятся, и они на такие вещи готовы? Причин несколько. Смотрите, первое. Человеку нужно выживать. Кто согласен, что нужно кушать, правда? Все хотят жить, все хотят кушать. Поэтому все трудятся. Но естественно, что трудиться всегда хочется как? Чтобы потеть меньше, а получать больше. Окей. Первая вещь, да? Нужно выживать, нужно питаться. Вторая вещь. Хочется иметь больше и хочется иметь лучше. Есть такая привычка у людей? Есть. Третья привычка. Хочется, имея лучшее, иметь, кроме всего, еще заслуженное признание от людей. Правда? Когда ты что-то получил, тебе недостаточно того, что ты имеешь. Тебе нужно, чтобы еще и люди о тебе говорили хорошо, и чтобы люди тобой что? Восхищались. Вы замечали когда-нибудь? Люди хотят, чтобы другие люди ими восхищались. И последнее. Хочется реализоваться сполна. То есть, хочется достигнуть таких высот, чтобы среди всех людей ты был каким? Number one. Хочется. Кто вам может сказать, друзья, кто может поднять руку и сказать, что да, на самом деле в этом есть, похоже на время, в которое мы живем. Похоже или нет? Похоже? Так живет большинство людей. И, к сожалению, я вам хочу сказать, друзья, заметьте, если вы критично способны мыслить, вы заметите, что это переместилось также и в христианское сообщество. Причем это серьезно захватывает его. Так вот, друзья, как это называется? Как называется только то, что я только что перечислил? Кто знает? У этого есть название. У этого есть название простое, оно называется «Пирамида потребностей человека, которую придумал Абрахам Маслоу». Выдающийся американский психолог. Абрахам Маслоу. Называется «Пирамида потребностей Маслоу». Что она говорит? Она говорит, что в основании всего человек трудится, чтобы заработать на удовлетворении естественных потребностей. Не умереть с голода, покушать и нормально, чтобы чувствовать себя в тепле и все в порядке, в достатке. Это первая причина, правда? Следующая причина, когда у тебя теплее достатки, все следующее. Тебе хочется иметь нечто лучшее. То есть, если раньше ты работал и зарабатывал копанием траншей, то теперь хочется иметь лопату с моторчиком, чтобы копать траншеи, но трудиться меньше. Это следующее. Потом, когда у тебя эта потребность удовлетворена, тебе хочется, чтобы люди обратили на тебя внимание, чтобы они выделили тебя среди всех. А затем, последнее, хочется, чтобы ты был реализованным настолько, чтобы ты был лучшим. Вот так вот выстраивается пирамида потребностей. На таком, я сокращенном варианте объяснил. Выстраивается пирамида потребностей Маслоу. А теперь давайте мы ответим себе на вопрос, друзья, простой. Должно ли так быть в жизни христианина? Нет. Хорошо, тогда как должно быть? Я вам отвечу, как должно быть. Должно быть, друзья, вот если вы возьмете эту пирамиду и просто ее перевернете на 180 градусов. Если вы ее перевернете вверх ногами, то вы поймете, что в жизни у христианина первое, что должно быть, самое первое, это понимание своей реализованности в Боге. Правда? То есть, если я нашел себя во Христе, и если я открываюсь в Нем, если Он обнаруживается во мне, а я теряюсь в Нем, возникает следующее, что люди начинают замечать, и они начинают тянуться. Они говорят, слушай, помоги мне тоже, я хочу тоже знать. Затем, постепенно, ты начинаешь понимать, что вместе вы можете что-то сделать и делайте вместе, и в конце концов, это не является целью, но ты приходишь к тому, что естественным путем твои потребности удовлетворяются. Правда? Иисус что сказал? Не заботьтесь. Он говорит, я сам знаю. То есть, когда человек осуществляет свою жизнь, реализовывает себя в призвании Бога, естественным следствием добавляется все остальное. Помните, Он говорит, ищите прежде. Чего? Царство Божьего и правды Его, и все остальное приложится тебе. То есть, все остальное, оно является прилагаемым, но при одном условии. Если на первом месте в жизни христианина, что будет? Ну, скажите. Если на первом месте будет Господь, друзья. Так вот, друзья, Божья пирамида ценностей начинается правильно. Ценности человека начинаются с Бога и Его Царства. Давайте мы откроем 25 стих еще раз, обратим внимание. Обратите внимание, я написал вам, нарисовал образ, держите его в голове. 25 стих. Иисус же, подозвав их, сказал. Обратите внимание, Он говорит, вы знаете, что князья народов господствуют над ними. Когда, кто такой князь? Князь, это тот, который прошел всю пирамиду. Ценности, о которой мы говорили, снизу. У князя удовлетворяются его потребности в еде, тепле и сне. У него есть инструменты хорошие, есть. У него есть люди, которые уважают. И среди этих людей Он кто? Смотрите, господствует над ними. Заметьте, Иисус, обращаясь к ним, Он говорит, князья народов господствуют. И Он дальше говорит, и вельможи царствуют над ними. То есть, Он, уча своих учеников, говорит им, поймите, что все, о чем просила меня эта женщина до этого, все, что сидит в голове у этих двух людей и их мамы, так живет этот мир. Еще раз повторюсь, все, о чем она просила, заметьте, что она просила их. Казалось бы, безобидную вещь попросила. Пусть один из моих детей, кто из вас любит своих детей? Любите детей? Любим, все любим детей, правда? Пусть один из моих детей, ну что она хотела? Ну не станет меня, ну как-то хочется пристроить, чтобы они там сами же не потерялись. И ты, Иисус, неплохой, ты позаботишься там о них в вечности. Она же для них добра хотела. И она им говорит, пусть один, заметьте, ну как добра, все мамы так хотят. Как добра, говорит, пусть один сядет по праву, а другой по леву. У меня вопрос, а что с десятью остальными учениками-то делать? Их куда посадить? Смотрите, женщина четко идет по пирамиде ценностей человека. Она говорит, ну все хорошие, но мои же лучшие. И вы понимаете, друзья, проблема, когда это возникает у верующего человека. Когда верующий человек тоже пытается таким образом выстроить свою жизнь. Он выстраивает ее, потому что, ну мне же надо жить как-то, ну мне же надо то, мне же надо то, мне же нужно это. Ну а потом и хочется этого, ну и это тоже неплохо. Понимаете, когда мы движемся вот таким образом, у нас возникает проблема. Вопрос, готовы ли вы или готов ли ты сегодня искать в этом мире и в своей жизни не самоактуализации, не быть актуальным у большинства людей, известным или популярным. Готов ли ты, слушайте внимательно, быть актуальным и известным у Бога? Самая большая проблема заключается в следующем. Большинство людей, живущих на этой земле и многих верующих, к сожалению, мы воспринимаем жизнь, слушайте, как сцена, на которой играем мы, а за нами наблюдают много людей. И если мы классно играем, они нам все аплодируют. Бог придумал не так. Бог придумал так, что мы все вместе с вами играем на одной сцене, а в зале сидит только всего лишь один зритель, и это он. Важно для христианина, чтобы Бог вам поаплодировал. Неправильный менталитет, еще раз говорю, это когда мы строим свою жизнь, свою жизнь созидаем так, чтобы наша жизнь, заметьте, мы же ищем одобрение на самом деле у людей. Мы одобряемся одобрением людей. И эта женщина, когда пришла к Иисусу, она хотела, чтобы Иисус по достоинству оценил способности двух выдающихся ее сыновей. Она была убеждена, что остальные десять соглашаются с ее точкой зрения. Кто из вас, мамы, вы знаете, да? Наши дети для нас самые лучшие, самые талантливые, самые способные. И не дай Бог, ты скажешь какой-то маме, что ее ребенок не очень. Я вам расскажу простой пример. Артурчик ходил на футбол. Сейчас они там переехали, сейчас по-другому ищем секцию. Ходил на футбол, и после каждой тренировки, тренер, который проводил тренировку, подходит к родителям и говорит, ваш сын там молодец, классно все. Ну рассказывает какие-то моменты. Хорошие ребята на самом деле. Но у них был один мальчик, и это такой мальчик такой смешной. Меня поостровали на одной тренировке, была, видела. Этот мальчик очень интересный. Он приходил, и знаете, он вообще никого не слушает. Не тренировал, вообще ничего. У него своя тренировка в голове, полностью своя тренировка. Там что-то они говорят, что-то делать. Он мяч схватил, несется. Они его хватают, все. И вот однажды, вот как раз когда были, один раз, они его просто вынуждены были вывести с тренировки, и сказали родителям, ну мы не можем, все. И после тренировки подходит тренер к маме и начинает объяснять маме, что ее сын ведет себя не очень. Знаете, что следующее произошло? Этот ребенок больше не ходит в эту секцию. Кто мне скажет, почему? Ну скажите. Они не оценили по достоинству. Лучшего не оценили по достоинству лучшего. Потому что он лучший. Вы скажете сейчас, ну это нормально, мама должна восхищаться. Я не спорю, в вашей семье, но реальность такова, ваш ребенок не лучший. Мой ребенок не лучший. Я должен это понимать. Более того, здоровый родитель, мы будем говорить об этом на ретрите, он должен привить своему ребенку понимание того, что он не является лучшим, а он один из, он может отличаться, но он просто друг, он один из многих детей. Вот и все. Если вы привьете своему ребенку ошибочное мнение, что он лучший, очень скоро вы поймете, что он сломает свою жизнь. Потому что когда он столкнется с реалиями этого мира, о том, что он не лучший, у него будет трагедия. Недавно, буквально две недели назад, был, ну я увлекаюсь боксом, кто смотрел, может быть, знаете, был бой, на котором наш чемпион мира по трем версиям боролся за пояс четвертого. И, знаете, он так подготовился к этому бою, что он его проиграл. Я не знаю, что происходит в его голове. Все говорили ему о том, что он лучший из лучших. Он переиграл. Его папа говорил ему о том, что, наверное, все, все вокруг считали его лучшим из лучших. Но оказалось, что есть кто-то лучше его. Ну так оказалось. Оказалось, что он не лучший из лучших, а он очень классный. Но не лучший из лучших. И здесь, смотрите, мать говорит, можно, ну ладно, не надо. Помните, мать говорит ему, пусть один сядет там, а второй сядет там. Что она сделала, друзья? Она сказала Иисусу о том, что я настолько восхищаюсь моими детьми, что ты должен в том числе оценить по достоинству моих детей. Послушайте еще раз. Вся наша жизнь, жизнь рожденного свыше человека, это жизнь, которая происходит в театре одного, не актера, а одного зрителя. Один зритель сидит в театре, и он за нами наблюдает. Причем он настолько пристально наблюдает лучше любого режиссера. Он наблюдает за мной и за вами. Он наблюдает не просто за действиями. Он наблюдает не просто за словами, он наблюдает за сердцем. Он смотрит на сердце именно по этой причине. Следующий стих откройте, 26. Смотрите, что он говорит. Но между вами не будет так. Кто хочет быть большим, будь кем. А теперь давайте посмотрим со стороны. Что означает быть слугой? Давайте, пастор Олег, дежурите сегодня, идите сюда. Смотрите, сними только маску, пожалуйста, если можно. Станьте там, вы большой, будешь Богом. Пастор Олег будет сегодня у нас Богом. И вот этот Господь, смотрите, если я строю свою жизнь, вот играю перед всеми, смотрите, быть слугой, это означает автоматически быть пренебрегаемым всеми. Вы понимаете это или нет? То есть этим человеком все автоматически начинают пренебрегать, потому что это так. Потому что это действительно так. То есть пытаясь, а можно это, а можно то, а можно то. Никто тебя не будет уважать, никто тебя не будет ценить по достоинству, никто. Ты потеряешь свое уважение, ты потеряешь сама, ну как объяснить, себя и достоинство. Когда ты пытаешься людям, вот такой я хочу быть, и таким хочу быть, и я вот такой, и я тебе так, и для тебя так. Ты потеряешь себя. Потому что если ты проживаешь свою жизнь перед многими, вы поняли, как актеры в театре. Вот в чем трагедия, вот где их проблема. Недавно, знаете, да, посадили этого Михаила Ефремова в России за то, что он смертельное ДТП совершил. Трагедия, почему? В чем его трагедия? Послушайте, трагедия не в том, многие люди совершают ДТП и многих садят, знаете, за это. Трагедия, знаете, в чем его была? У него кризис, кризис идентификации, потому что его любили миллионы, а теперь любимца миллионов судят и садят. Как вы смеете? Кто-то даже сказал, послушайте, есть люди, которые не подпадают под общее понимание. И если он совершает трагедию, то потому что он лучший, мы должны ему простить. Так мыслит кто? Мир. А теперь смотрим по-другому. Смотрите, если я пытаюсь впечатлить его, и он говорит, если ты хочешь быть большим, в чьих глазах большим, скажите? Большим в глазах людей? Нет. Нет. Если я хочу быть большим в его глазах, он говорит, тогда иди и стань всем слугой. И он говорит, я буду за тобой в этом процессе наблюдать. Я буду смотреть за твоими действиями, я буду смотреть за твоими словами, я буду наблюдать за твоим сердцем, я буду видеть. И я хочу тобой восхищаться. Чем хочет восхищаться Бог? Наличием миллиона подписчиков? Он хочет восхищаться жизнью, которую мы раздаем. А я думал наоборот. А я думал наоборот. Вы представляете себе, друзья, концерт известного исполнителя, на который собралось 10 тысяч человек. Концерт прошел классно, все. Но представьте, какое будет у него разочарование, когда есть 10 тысяч человек, он поет песни, никто не хлопает. Никто не кричит, и после концерта никто не дарит цветы, не подходит за автографом. Вы можете себе представить жизнь такого человека? Это же трагедия. А если еще кто-то сделает так, бууу, или вообще не придет слушать его, это что? Это трагедия. Но он говорит, да у вас, между вами, он говорит, не будет так, не будет между вами так, не должно так быть, понимаете, среди верующих. Мы играем свою жизнь перед одним зрителем, и он должен ее либо одобрить, либо сказать, не впечатляет, вообще не впечатляет. Спасибо, пастори. Я задам вам вопрос, как вы думаете, какое количество подписчиков впечатлит Бога? Нет, ну вот реальность. Кто-то сейчас, конечно, скажет, так что, они нужны, подписчики? Они нужны, я не спорю. Мы, кстати, мы делаем это, нам нужны подписчики. Но знаете почему, друзья? Чтобы сделать известным Бога. Чтобы сделать этих людей подписчиками Бога. Вот и все. В этом смысл, в этом цель. Наша жизнь, послушайте, по самой сути своего творения, это не театр одного актера, а театр одного зрителя. И этот зритель Бог. Поэтому важно и необходимо научиться впечатлять и восхищать Бога, если вы не хотите, чтобы ваша жизнь была потрачена зря. Мне очень прискорбно обращать или замечать жизни верующих людей, которые реально тратятся впустую. Вот они реально, они пустые, понимаете, они впустую тратятся. Они просто тратятся впустую. Итак, давайте мы с вами ответим для себя на вопрос. Я не знаю, понятно объясняю или так, не очень? Понятно? Поняли, почему я говорю, что это очень важная проповедь, но здесь предстоит подумать. Так что же может действительно восхищать Бога в жизни человека? Давайте мы с вами определимся. Это пять простых вещей, которые реально восхищают. То есть вы скажете, так что Бога не моя жизнь восхищает? Ваша жизнь, но если в ней происходят эти вещи. Давайте, кто хочет знать пять вещей, которые реально восхитят Бога, которые скажут Бог, на которые скажут, вау, супер, класс. Итак, первое. Твое покаяние и сокрушение. Твое покаяние и сокрушение сердца реально впечатляют Бога. Они реально впечатляют Бога. Не просто они его впечатляют, они разрывают его сердце на части. Знаете почему? Сказать вам? Потому что оно напоминает ему о ценности жертвы его единородного сына. Каждый раз, когда чья-то душа кается, почему не на небесах ликуют на ангелы? Потому что в этот момент на небесах и на земле во всем творении возвещается цена крови единородного сына Божьего, Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего единородного сына, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, каждый раз, когда одна душа кается, в этот момент вся вселенная напоминает Богу о его сыне, о жертве его сына. Когда мы реально сокрушены в своем сердце, когда мы реально каемся, когда мы реально сокрушаем свое сердце, в этот момент Бог, глядя на жизнь такого человека, он восхищается, только слушайте, не мной, а кем? Своим сыном, который живет теперь во мне. Вы представьте себе картину, когда выходит человек здесь на сцену, и пастор Света, например, приводит его к покаянию, и он выходит, такой уже был в церквях, и он так, сейчас так покаюсь, у них еще никто никогда так не каялся. Сейчас так покаюсь, что все покаются. Это не впечатляет. Но когда сердце человека, друзья, могут быть слезы, может их не быть, но когда сердце человека реально сокрушенное, кается, и он признает себя грешником, он признает и осознает свою греховность, и он осознает необходимость, потребность в Христе, и это происходит в его жизни постоянно, он переживает это, он ощущает это, это привлекает сердце Бога, и Бог смотрит и говорит, вау, мой Иисус, мой Иисус, мой Иисус, единственный, любимый, драгоценный сын, ты не зря пролил свою кровь, я смотрю на Сережу, я смотрю на Аню, я смотрю на Антона, я вижу сейчас, что ты не зря пошел на крест, я вижу, что ты не зря пролил кровь, я вижу, что твоя жизнь не была отдана зря, Боже! Он говорит, я так люблю этих людей, я так их люблю, но он любит, и он любит в них сына, понимаете? Это восхищает его сердце, это реально восхищает сердце отца. Послушайте, покаяние это уже пройденный этап, мы уже прошли, мы уже взрослые, серьезно? Знаете, в чем разница между покаянием и сокрушением сердца? Покаяние это то, что нужно нам, чтобы родиться свыше, а сокрушение это то, что нужно нам, чтобы не потерять это рождение свыше. Помните, он говорит, сокрушенного сердцем, что Бог не оставит? Он призрит, он увидит такого человека, он всегда смотрит, он смотрит на сокрушенных сердцем, потому что в этом человеке, или точнее, за сокрушением сердца, он видит кого? Христа. Он видит Христа, друзья, вот что почему ценно сокрушение покаяния. Вы никогда не задумывались, почему, когда одна, один грешник кается, все небеса ликуют? Вы задумывались вообще об этом когда-нибудь? Потому что в этот момент, еще раз, над всем известным творением, в этот момент возвышается величие Христа Христова. Это первое, что привлекает или восхищает сердце Бога. Второе, второе, друзья, второе, что восхищает сердце Бога, вы удивитесь очень сильно, но это смирение. Смирение сердца, друзья. Почему? В этот момент, когда человек смиряется, помните, он говорит, что если мы смиряемся, то кто будет возвышаться? Он. Когда человек смиряется в своем сердце, в этот момент, все творение видит величие Бога. Когда мы отходим в сторону, мы перестаем заслонять миру величие Бога. Вы задумывались об этом когда-нибудь? Что когда мы смиряемся, почему Бог говорит, смиренным Бог дает? Почему? Почему Он дает благодать? Да потому что в момент, когда мы смиряемся, Он возвеличивается. Помните, что сказал Иоанн Креститель, когда он встретился со Христом? Он говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Друзья, ничего нового нет. Точно так же, как в жизни Иоанна Крестителя, Бога восхищает, когда Его дети умоляются. Не уничижаются и, понимаете, размазываются, а именно умоляются, когда мы сознательно, осознанно, от сердца, от глубины души, мы говорим, Господи, Ты будь превознесен, когда мы Его прославляем, когда мы Его возвеличиваем. Это же Его мудрость, друзья, это же Его величие, это же Его слава, это же Его любовь, это же Его милость, это Его благодать пришла в наши жизни, она нас спасла. Поэтому я смиряюсь для того, чтобы люди, которым нужен Он, могли увидеть, кого? Его. Августин Блаженный написал очень интересную вещь. И гордость ведь так часто прикидывается высотой души. Когда человек говорит, знаете, такой человек высокого духа, он такой, знаете, он идет, и он вроде бы смиренный, и он вроде бы уже духовно зрелый, и он вроде все понимает. Вы когда-нибудь замечали, друзья, что когда человек говорит, я уже все разбираюсь, уже все, я уже все понимаю, вы замечали когда-нибудь, что на самом деле, когда вы поговорите с человеком, у него столько обид, столько непрощения, Столько гордыни, столько боли. Почему? Откуда? Все очень просто. Отсутствие смирения. Отсутствие смирения. Я смиряюсь, потому что я осознаю и провозглашаю всему творению, что Бог велик. Вот почему я смиряюсь. Чаще всего я себе записал, за гордыней мы скрываем свои жизненные амбиции. И как результат перестаем строить свою жизнь перед Богом. Почему люди, вы замечали, не хотят смиряться? Да потому что нам сложно, мы не смиряемся. Знаете, есть такое выражение, кто слышал, с глаз долой, с сердца вон. Почему люди перестают, вместо того, чтобы смириться и покаяться, почему люди просто удаляют человека, знаете, из своей жизни? Почему? Никогда не задумывались? А потому что это же надо смириться. А это нужно наступить на свои амбиции и так далее, и так далее. И мы, строя свою жизнь перед людьми, мы думаем, ну это же никто не знает. Помните, там стоит кто? Пастор Олег. И он смотрит, и он наблюдает, и он видит, и он знает. Третий момент, друзья. Как можно восхитить своей жизнью? В чем еще можно восхитить своей жизнью Бога? Третий момент. Твоя жажда по общению с Ним. Вы помните, друзья, как вы думаете, или, точнее, помните, думаете, вот, присутствующим? Бог зачем создал человека? Для чего? И именно по этой причине, для общения с собой, и именно по этой причине, Бог наделил человека своим образом и подобием. Бог сделал нас подобными себе, чтобы вместе с нами он мог общаться. Поэтому, друзья, когда мы имеем общение с Богом, Библия говорит, мы ходим во свете. Если вы ходите во свете, если вы имеете общение с Ним, имеем общение между собой, мы ходим во свете. Когда мы, ну, этот человек не моего круга, я не хочу с ним общаться. Это трагедия. Тогда как вы общаетесь с Богом? А значит, вы не ходите во свете. Бога восхищает, друзья, когда мы общаемся с Ним и открыто, искренне от сердца общаемся со всеми братьями и сестрами. Его это восхищает, он от этого, ну простите за такое слово, прям, ну извините, он получает удовольствие, потому что в этот момент, друзья, он понимает и осознает, что он не зря, не зря он наделил нас своим образом и подобием. Вы знаете, что его образ способен прощать, его подобие способно смиряться, его подобие способно возносить ближнего выше, чем самого себя, ведь так ведь или нет? Нет, и именно поэтому способно общаться. Скажите, вам легко общаться с человеком, для которого вы закрыли свое сердце? Легко общаться вам? Нет, мы не можем общаться с ним. Когда мы закрываем свое сердце от Бога, заметьте, мы и с другими людьми перестаем общаться, но если мы открываем свое сердце перед ним, друзья, все, наше сердце сокрушено. Но, когда муж и жена между собой поссорились, Бог говорит, мужья, любите все равно своих жен, прощайте, идите к ним, чтобы вам не иметь, чего? Препятствия в общении со мной. Чтобы не иметь препятствий в общении со мной. Бога восхищает, потому что, когда мы искренне общаемся с ним, значит, что мы общаемся со всеми людьми. Понимаете? Бог любит общаться с нами, ему нравится общаться с нами, он обожает общаться с нами, потому что в этот момент, еще раз, он осознает, что он не зря, он правильно сделал выбор, он правильно, он не тигров, друзья, не мартышек, не макак, не слонов наделил образом и подобием своим, а кого? Человека. Поэтому, когда мы начинаем с ним общаться, Бог испытывает удовольствие от молитвы, когда мы с ним общаемся. Он переживает удовольствие, ему нравится это, это восхищает его, это впечатляет его, это дарит радость его сердцу. Понимаете? Это так важно. Я записал себе, друзья, здесь, Бог сотворил нас, чтобы мы имели общение с ним, прославляя его своей жизнью в этом общении. Блаженный Августин, друзья, написал очень интересную мысль. Ты создал нас для себя и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе. Поймите, друзья, мы можем успокоимся только тогда, когда мы имеем общение с ним. Поэтому так важно, чтобы мы с вами действительно это понимали. Следующий пункт, четвертый, который делает Бога, чтобы он восхищался нашей жизнью. Кто напомнит первое три? Какой первый? Покаяние и сокрушение сердца. Второе? Смирение. Третье? Общение, жажда по общению с ним. Окей, четвертый. Твоя жизнь для него. Твоя жизнь для него. Кто, как вы думаете уже, давайте, следуя пониманию, следуя проповеди, о которой мы сейчас говорим, как вы думаете, почему жизнь христианина для Бога восхищает Бога? Кто мне скажет? Давайте, ну, включитесь. Почему она восхищает Бога? Абсолютно верно. Потому что Бог видит продолжение жизни Христа в нашей жизни. Вот и все. Когда я живу для Бога, Бог понимает, что во мне живет Христос. И он понимает, что это не конец. Вы поняли? Помните, когда-то стихотворение это? Нет, весь я не умру. Душа в заветном мире. Мой прах переживет. И тление избежит. Слышите? Что происходит, друзья, когда христианин, наполненный Духом Святым, рожденный свыше, живет для Бога? Что в этот момент видит весь мир и Бог в том числе? Они видят живого Христа. Они видят Христа живущего. Они видят Христа воскресшего. Они не только на Пасху видят Христос воскресе, воистину воскресе. Пух, яйцом по голове. Они видят Христа воскресшего каждый день моей жизни. Понимаете? Вот почему Христос восхищается. Вот почему Он говорит, я покажу разницу между служащими мне и неслужащими мне. Почему? Задавайте себе вопрос всегда. Почему Бог показывает эту разницу? Почему Он так говорит? Почему, Боже, почему ты показываешь разницу? Неужели для тебя так важно, чтобы я стоял там на дверях? Слушай, у меня столько дел, у меня там, не знаю, восьмера детей, мне уже нечем. Так важно тебе, чтобы я там на дверях стоял. Так важно, чтобы я за этой камерой сидел. Да я могу как-то по-другому, да у меня времени нету на это. Послушайте, когда каждый раз кто-то из нас, мы в этот момент служим Богу, и не важно, но мы искренне действительно служим Ему, и мы осознаем, что это наша жертва перед Ним. В этот момент Бог говорит, значит, Иисус умер не зря. Значит, Иисус умер не зря. Значит, они ценят. Значит, Он живет в Его сердце. Значит, я вижу этого Христа в Его жизни. Вы понимаете, друзья? Это не просто жизнь для Бога. Я не просто благовествую. Вы никогда не задумывались, почему Он говорит, тот, кто постыдится Меня перед людьми, говорит, я постыжусь Его перед Отцом Небесным. Почему? Да потому что Он говорит, тогда тебя нет в моем сердце. Почему я благовествую? Почему я евангелизирую? Нормально уже хватит, уже и так мест в зале нету, хватит. В эту церковь не надо больше приводить людей. Почему я евангелизирую? Что мною движет? Пастор сказал приводить одного человека. Ну ладно, ну посмотрю. Да нет! Бог, друзья, когда мы благовествуем, когда мы служим, когда мы отдаем, разделяем свою жизнь с Ним, понимаете? Он в этот момент видит Христа внутри Меня. Кто-нибудь может сказать на это Аминь? Аминь. Ну я не знаю, как вы, я так вижу. Отказ вознести Богу славу, это гордыня и неповиновение. И именно этот грех стал причиной падения сатаны и человека. Каждый из нас, друзья, в результате, в той или иной мере теперь живет для себя, а не для Божьей славы. Вы понимаете, в чем проблема? Когда христианин в церкви живет для себя, что это? Мы должны своей жизнью прославить Бога. И последний пункт, друзья, последний пункт. Что еще восхищает Бога? Что делает так, что Бог, который стоит там всегда и смотрит и говорит, вау! Ах, ес! Твоя любовь к Богу. Твоя любовь к Богу. Друзья, это торжество и чествование Его любви к нам и утверждение, опять же, ненапрасности жертвы Иисуса Христа. Помните, написано, 1 послание Иоанна, 3 глава, 16 стих написано. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас души свои. Классно или нет? Хорошее? К сожалению, многие люди на этом заканчивают этот стих. Любовь познали мы в том, но знаете, что радует Бога? Когда мы любим Бога и любим людей, в ответ, как? И Он говорит, и вы должны любить ближнего своего. Когда мы любим это, что делает? Восхищает сердце Бога. Когда мы любим, Он говорит, если ты не любишь брата, которого ты видишь, как ты можешь любить меня, которого не видишь? Но когда я люблю каждого ближнего, когда я способен преодолеть различия, когда я способен преодолеть какие-то условности, препоны между мной и любым человеком на этой земле, если я способен это сделать, друзья, сердце Бога в этот момент радуется, потому что Он понимает, что я люблю Его. Моя любовь к Богу и любовь к ближнему восхищает сердце Бога, понимаете? Она радует Его сердце настолько, что в этот момент Он говорит, вау, я хочу, чтобы ты сел по правую или по левую сторону от меня. Когда Он видит искреннее покаяние, Он говорит, я хочу этого человека в свое царство. Вы никогда не задумывались? Теперь посмотрите на меня, те, кто присутствуют. Слушайте, очень серьезный вопрос. Вы никогда не задумывались, почему, почему без покаяния человек не может попасть в Царство Небесное? Мы все знаем ответ, ну грехи, они стоят между нами и Богом, как стена, разделяя нас и так далее, и так далее. Нет, потому что если человек не способен покаяться, это тоже правильно, но если человек не способен покаяться, это означает, что для него жертва Сына Единородного Божьего напрасна. Бог, почему его радует покаяние? Вы понимаете, почему оно радует? Некоторые люди говорят, все, уже Бог, Он уже простил все мои грехи, прошлое, настоящее и будущее. Послушайте, может во Христе-то они и прощены, но Бог хочет видеть мое сердце, прилагаемое к этому прощению, понимаете? Когда Он видит мое сердце прилагаемое, это восхищает Его сердце. Он восхищается мною. Теперь давайте вернемся назад, я задам вопрос. Как вы думаете, много ли прилагают усилия люди, у которых есть, например, там, как пример просто, миллион подписчиков? Много ли они прилагали усилия к тому, чтобы набрать этот миллион? Много. Если вы знаете, знакомы с этой сферой, очень много усилий, очень много труда. Никогда в жизни это не происходит просто так. Как вы думаете, друзья, что нужно для того, чтобы один зритель тобой восхищался? Посмотрите внимательно, просто положи всю свою жизнь у его ног. Строй свою жизнь у его ног. Многие верующие не готовы на это, потому что им это занимает, точнее так, это отнимает, вот послушайте, это отнимает у них возможность строить их собственную жизнь. Еще раз. Они не готовы положить, пастор Олег, еще раз, подойди сюда, пожалуйста, на маску. Они не готовы строить свою жизнь перед Богом, потому что ее придется строить, по сути, всю свою жизнь. Правда, если эти пять пунктов, это же вся твоя жизнь. Ее придется строить перед Богом в этот момент, чего я не могу строить? Свою собственную жизнь. У меня просто на это не останется времени. А значит, многие верующие становятся перед выбором. Посмотрите тему проповеди еще раз, как она звучит. Достаточно ли тебе его восхищения? Вот перед каким выбором стоит большинство верующих людей, понимаете? Иногда мы говорим, Бог, я тебя люблю, ты прекрасный, ты самый лучший, спасибо тебе за все, что ты сделал в моей жизни. Но ты понимаешь, мне недостаточно того, что ты мой жених. Мне недостаточно того, что ты любишь меня. Мне хочется, чтобы меня любили другие. Мне хочется, чтобы у меня обязательно была семья. Вы задумывались когда-нибудь, неженатая, незамужняя девушка, почему они так отчаянно, ломая все, иногда идя наперекор всякому здравому смыслу, почему они бросают все? Сказать правду, им на самом деле недостаточно восхищения Бога. Есть одно местописание, которое всегда меня врадует, когда Бог говорит, Бог называет каждую звезду по имени. Я всегда, когда говорю с незамужними сестрами, я говорю, когда вижу, что у них там все, крышу уже срывает, я говорю, слушай, Бог называет тебя по имени. И приятно, когда ты слышишь ответ, спасибо, пастор. Неприятно, когда ты слышишь ответ, ну что мне с этого? Мне мужа надо. Что мне толку с его восхищением? Понимаете? Спасибо, пастор. Не покушаешь за это, это восхищение. И знаете, я скажу вам, да, не покушаешь. И Бог не против того, чтобы мы трудились. Еще раз, Бог не против подписчиков миллиона, двух или трех. Я искренне убежден, друзья, что это прекрасно. И слава Богу, что Бог дал кому-то мудрости таким образом развивать свой себя, бизнес и так далее, что человек может действительно, как объяснить правильно, он может, он готов действительно отдать свою, ну полностью эту популярность. Я не знаю, если вы слышали когда-то или нет, я забыл его фамилию, как же, Господи, вылетела из головы его фамилия. Владелец, посмотрите, кто-то может быть в гугле сейчас. Владелец или создатель дьюти-фри. Кто помнит, как его зовут? Посмотрите фамилию. Создатель дьюти-фри. Если вы знакомы, вы никогда, друзья... Ань, посмотри, пожалуйста, как зовут создателя дьюти-фри. По-моему, если я не ошибаюсь, он еще жив или уже умер? Нет. Чак Финни. Чак Финни. Чак Финни. Если вы знаете, друзья, прочитайте историю этого человека. Это человек, который, входя в топ-15 самых богатых людей этого мира, он живет в однокомнатной квартире, у него всего лишь одна пара обуви, и он ездит на машине, которой больше 30 лет. Все свое состояние он отдал нуждающимся людям. Он говорит, мне это не нужно. Он отдал полностью все свое состояние на благотворительность. Он говорит, ну попросту, я не вижу в этом смысла. Кто из вас понимает, что этот человек самый богатый человек в мире? Он самый богатый человек в мире. Потому что так его состояние принадлежало ему одному. А теперь его жизнь и состояние, на которое он потратил, по сути, эту жизнь, принадлежит кому? Богу, через которого он благословляет весь этот мир. Вот что означает богатеть в Бога, понимаете? Я знаю, друзья, что многие очень сейчас, возможно, вы не понимаете до конца этой проповеди. Кто-то смотрит, возможно, вас даже где-то прям там разрывает на части. Я скажу вам, почему, друзья? Потому что, возможно, это расходится с вашими религиозными взглядами. Сегодня с утра мы с женой, один брат наш из церкви сегодня, знаете, как в духе, в точку. Он сегодня сбросил мне одну интересную смешную историю. Мы смеялись по дороге сюда, ехали сегодня. Смешная, неканоническую притчу расскажу вам. Жена с мужем разводится, и судья спрашивает у жены, говорит, милая, ой, говорит, женщина. Говорит, вы почему с мужем расходитесь? Говорит, мы, у нас, говорит, различные религиозные взгляды. Говорит, ну, в смысле, не понял. Говорит, ну, он не считает меня богиней. Не верит в то, что я богиня. Вы понимаете, друзья, я уверен, что, возможно, с кем-то из вас наши религиозные взгляды расходятся сейчас. И, возможно, где-то вы даже подумываете о том, чтобы сказать, ну, я не хочу в такое верить, у меня свое представление. Возможно, наши просто религиозные взгляды, взгляды на слово, на истину, они расходятся. Но давайте мы еще раз вернемся, давайте мы еще раз прочитаем эту историю, начиная с 22 стиха. С 22 стиха, прочтите ее, откройте, пожалуйста, начиная с 22 стиха. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями и кланяясь, чего-то просила у него. Помните, да? Дальше. 21, дальше читаем. Он сказал ей, чего же ты хочешь? Она говорит, скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, другой по левую в царстве твоем. На что она опиралась? Она опиралась на то, что они красавчики. Красавчики. Они достойны. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите. И заметьте, что он говорит дальше. Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Кто из вас понимал, какую чашу ему предстоило пить? Это не чаша сладкого напитка. Это не чаша вишневого киселя комнатной температуры. Уксус, который изнутри разъедал все раны. Помните, что ему дали на кресте? Вот об этой чаше он тоже говорил. И креститься крещением, которым я крещусь. Они говорят, можем. Он говорит, ну хорошо. Тогда будете чашу мою пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься. Кто знает, что все 12 апостолов крестились этим? Они крестились. И нам предстоит также, друзья, с вами креститься. Он говорит, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Но то, кому уготовано, главным зрителям нашей жизни. Поняли? Итак, друзья, достаточно ли будет для тебя его восхищения твоей жизнью? Или тебе нужны дополнительные атрибуты и достижения, чтобы почувствовать себя значимым и достойным? Или его восхищения будет достаточно? Тема проповеди звучала, достаточно ли тебе его восхищения? Кто из вас, теперь присутствующих, понимает, что тут надо подумать, не спешить, правда, с размышлениями? Надо поразмышлять. Библия говорит, вникай в себя и в учение. Друзья, сегодня я советую, рекомендую всем, кто смотрит нас онлайн, я советую вам, может быть, завтра, послезавтра, еще раз пересмотреть эту проповедь. И вникать сначала в это слово, а затем начать в молитвенной комнате вникать в себя. Если вы будете вникать в себя, я уверен, что вам удастся построить свою жизнь. И вы поймете, друзья, о том, что жизнь, которая была отдана за Христа на арене тогда цирка, когда смотрели люди, жизнь, которая была отдана за Христа в кипящем котле, послушайте, ни одна из этих жизней, друзья, ни одна, она не была прожита зря, она не была отдана зря, она не была выброшена в пустую. Кто из вас понимает, что именно благодаря жизням этих людей сегодня вера в Христа распространилась по всему лицу земли? Аминь? Ни одна из этих жизней. И знаете, как Бог ценит жизнь каждого из этих людей? Он восхищается этими жизнями. Он восхищается жизнями таких людей. Пусть Господь даст нам, друзья, прожить достойно эту жизнь. Давайте склоним головы и поговорим сейчас. Если вы там, тоже возле экрана, склоните ваши головы, давайте мы будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю тебя сегодня. Я благодарю тебя, Господь, за то, что ты действительно высоко ценишь покаяние и сокрушение сердца. Я благодарю тебя, Господь, за то, что ты действительно ценишь высоко смирение. Ты высоко ценишь, Господь, когда моя жизнь принадлежит тебе и когда моя жизнь отдается другим людям. Господь, я хочу своей жизнью восхитить тебя. Я хочу, чтобы моя жизнь, Господь, она вознесла величие, славу, Господь, о тебе. И чтобы провозглашали небеса, Господь, об этом величии и славе. Боже, я благодарю тебя за это. Спасибо тебе. Спасибо тебе, мой Господь, за то, что ты это свершаешь. И, Господь, может быть, сегодня о жизни кого-то из этих людей, Господь, кто сейчас смотрит, может быть, о них не будет говорить весь мир. Но я верю, Господь, что когда мы придем на небеса, там будут говорить о них все небеса. Все небеса, Господь, будут рукоплескать и торжествовать жизни этого человека, Господь, который придет. Я верю, Господь, что жизнь человека, которая восхищает Твое сердце, Господь, она восхитит, Господь, вечность. Я благодарю Тебя, Господь, за это славлю Тебя и превозношу во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ да скажет Аминь.